привет друзья сегодняшнее видео будет немножечко в другом формате если раньше прежде чем вам рассказать о программе я ее изучала какое-то время рассматривала ее интерфейс потом записывала свои замечания то в этом видео я решила посмотреть на приложение вместе с вами одновременно то есть я не работала в этом приложении вообще не пользовалась им поэтому сейчас мы будем рассматривать новое приложение для планшета система android вместе и посмотрим что она из себя представляет возможно звук будет немножечко другим не таким как в предыдущих видео все записывалось вживую непосредственно сразу давайте посмотрим и послушаем так как я говорила уже что концепт это практически векторный редактор то я решила вам показать еще одно векторное приложение для приложения для векторной графики для android которая называется плома свг сожалению это можно сказать единственное такое приложение которое позволяет работать с вектором на android других альтернатив особенно нет ну давайте посмотрим на плома свг при запуске появляется сразу окошко в котором можно выбрать язык тут доступны только испанский и английский и предлагается посмотреть небольшой дьюториал инструкцию по использованию программы или пропустить сразу скажу что я пробовала посмотреть дьюториал он очень короткий и ничем не не помог поэтому пропустим сейчас очень сразу скажу что приложение нетривиальное хотя я уже опытный пользователь адоб иллюстратор и много лет работаю с векторной графикой знаю как работают инструменты векторной графики не только в адоб иллюстратор но и например в инскейп открыв это приложение я просто потерялась интерфейс довольно таки с одной стороны он простой с другой стороны ну просто непонятно как им пользоваться но во всяком случае главный инструмент у нас как мы знаем векторной графике это перо вот она ну смотрите мы ставим точку мы должны ее зафиксировать потом мы берем другую точку а вот смотрите появилась линия если я хочу новую точку поставить и провести следующую прямую линию то видите что получается . предыдущая не фиксируется не нужно еще раз нажать опять-таки здесь мы пытаемся поменять эту кривую без е хорошо зафиксировали как-то зафиксировали мы хотим поставить следующую точку ну что-то получилось но как-то не очень удобно и нарисовать что-то довольно таки сложно в иллюстраторе я люблю пользоваться карандашиком давайте возьмем карандашик и попробуем провести линию но что-то немножечко получилось здесь мы можем попробовать ее сгладить но в общем разницы особенно никакой мы не видим вы видите сейчас когда я рисую у нас линия проводится как раз по там где у нас наконечник стилуса если мы поставим галочку здесь то у нас почему-то линия будет где-то рисоваться там где мы ее оставили они там где находится стилус но говорят что это для того чтобы мы чтоб рука у нас не закрывала наше поле деятельности ну так как там не знаю мне очень странно посмотрим на слои слои вот можно здесь добавлять удалять изменять их видимость ну и и все больше вы со слоями ничего сделать не сможете только их сможете скрыть давайте пройдемся по инструментам вначале у нас идут настройки с которыми конечно нужно немножечко еще разбираться позволяет вращать холст позволяет ставить точки вне области и с ними работать позволяет смещать точку рисования относительно кончика стилуса ну и задавать размер также можно установить чтобы были какие-то подсказки пусть будут потом у нас есть возможность импортировать и экспортировать давайте посмотрим экспорт у нас будет в файлы svg jpeg и png импорт понятно мы можем импортировать какую-то картинку с ней потом работать но проблема в том что вы не сможете поменять прозрачность у этой картинки я не нашла посмотреть возможно какие-то примеры но у меня здесь пусто так что мне ничего показывать знак вопроса раскроет все пункты меню и вы сразу же увидите у себя на экране что скрывается за каждым инструментом и те всплывающие еще дополнительные инструменты потом у нас есть работа с текстом тут я думаю что все понятно три инструмента по рисованию примитивных простых фигур эллипс квадрат и квадрат с закругленными углами что неудобно мне кажется в этой программе что вам нужно передвигать именно инструмент по экрану точки касания стилуса экрана ни к чему не приводит инструмент не передвигается поэтому поэтому вам нужно захватывать инструмент и вот его уже водить по экрану причем он как-то очень странно прыгает ну давайте что-то нарисуем что так можно здесь нарисовать а о эллипс пошел появился эллипс если мы зафиксируем x и y кто у нас соответственно будет окружность давайте проверим видите у нас будет окружность или эллипс круг следующий инструмент у нас snap to grip привязка к сетке рисует сетку на не должен рисовать давайте посмотрим сетку я не вижу почему я не вижу опять таки непонятно но но тут должно быть дальше первое мы его рассмотрели карандашик мы рассмотрели здесь у нас инструмент редактирования так понимаю кривой внутри вы видите как-то очень сложно нужно словить линию и попытаться поставить и создать новую точку на этой линии ну вроде бы зафиксировали создали что дальше когда мы зафиксировали какой-то объект у нас появляется еще одна панелька меню где вы можете удалить выбранный объект его переместить отразить изменить его размер повернуть продублировать это я даже не знаю что это конечно же я не могла все просто так оставить и не посмотреть что же делает этот инструмент на самом деле если вы выберете две фигуры то верхний объект вычтет из нижнего объекта область их пересечения этот инструмент работает как функция вычитания в паз finder в иллюстраторе один инструмент позволяет переместить выбранный объект выше поверх всех остальных а другой инструмент соответственно отправит выбранный объект под остальные имеющиеся на холсте смотрите здесь есть еще эффекты эффекты здесь мы например размыли эту линию видите мы можем отрегулировать силу этого эффекта что-то получается и смазать 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 немножечко выправить кривую хорошо так теперь давайте посмотрим инструмент стрелочка похож на инструмент стрелочки в иллюстраторе в adobe иллюстратор мы можем выбирать объект выбирать объект либо целый объект либо его часть что мы потом можем с этим делать непонятно то есть вы видите очень сложно как-то управлять этими инструментами я просто теряюсь что можно сделать очень плохо реагирует на стилус это приложение мы можем изменить цвет линии каким-то образом не знаю каким а нет 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 давайте посмотрим а вот у нас здесь движки с помощью них мы можем поменять соответственно соотношение цветов заливки вот у нас получилось какая-то такая голубенькая линия давайте попробуем сделать эллипс и заполнить его видите у нас помогу по умолчанию контур получился тем цветом который мы задали до этого давайте сделаем заливку заливка у нас реагирует именно на степень прозрачности давайте увеличим поставим стопроцентную непрозрачность и выберем какой-нибудь свет желтенький получилось получилось если мы хотим убрать этот совет заливку то нам нужно поставить прозрачность 100 все все поняли я надеюсь градиент у нас должен работать на давайте попробуем выбрать элемент а а вот выбираем элементы выбираем градиент и его редактируем становим красный с одной стороны здесь установим синий мы можем добавить к этому градиенту еще один цвет давайте вот такой вот бирюзовый а вот видите что у нас получилось и мы можем сделать сердиальную заливку ну как видите вот такое вот приложение я не уверена что можно с ним что-то такое серьезное сделать мне кажется что вы будете только раздражаться когда вы будете работать с пером и с элементами инструментами вы будете терять фокус вы будете терять точки управления вы будете терять контроль над объектами и ваша работа будет длиться очень долго но возможно с практикой вы сможете добиться какого-то результата для себя я решила что это не мое приложение вот так вот я надеюсь что вам понравился настоящий обзор программ оставляйте ваши комментарии чтобы вы хотели еще увидеть в моих видео желаю вам хорошего дня красивых картинок до скорых встреч пока пока